Всем добрый день! Я вновь всех приветствую и очень рада всем, кто будет смотреть наши видео на нашем канале. Ну, сегодня наша тема достаточно, наверное, распространенная и заинтересует женскую аудиторию. Посвящена она сегодня будет наиболее распространенным патологиям женской половой сферы, таким как миома, фибромиома, фиброма, кистозные всевозможные образования, полипы полости матки и так далее. И в том числе мастопатия. То есть все доброкачественные, скажем, такие новообразования, которые относятся к достаточно часто встречающимся патологиям женской репродуктивной системы, наиболее на сегодняшний день, наверное, считающие острые проблемы гинекологической практики. Ну, прежде всего, хотела бы отметить, что все эти заболевания относятся, вернее, патологии относятся к доброкачественным новообразованиям. И связаны они прежде всего с нарушением основных женских половых гормонов, то есть гормональных дисбалансов. Ну, давайте немножечко поближе познакомимся, кратко познакомимся с этими, скажем, патологиями. Ну, прежде всего, миома, часто встречающаяся проблема, доброкачественное новообразование в тканях матки, которое состоит из волокон гладкомышечной ткани. Образование может быть как одиночным, так в виде всевозможных узлов и может развиваться, в принципе, в разных частях матки. Полип довольно часто диагностируется при походе, например, к врачу на ультразвуковом обследовании, хотя не имел никаких, возможно, каких-то симптом, симптоматики какой-то. Ну, это наросты слизистой ткани, то есть это гиперклассический процесс, он может быть как одиночным, так и иметь широкое основание, например, или тонкую ножку. Порой протекает совершенно бессимптомно, но может тоже время иметь, являться причиной либо кровотечения, либо периодических болей, и в том числе даже может приводить к бесплодию. Ну, кисты. Кисты тоже достаточно часто встречающиеся патологии, с которой сталкиваются женщины. Тоже опухолевидное образование доброкачественного характера и представляет собой полость на ножке, наполненную жидкостным содержимым. Кисты различаются фолликулярные, кисты желтого тела, эндометриоидные кисты, то есть их тоже большое многообразие. Ну, и особо хотела бы коснуться такой патологии, как мастопатия. Это интенсивное разрастание железистой соединительной ткани молочных желез, образующих кисты и всевозможные фиброзные уплотнения. Ну, вообще считается, что между заболеваниями женских половых органов и мастопатии есть вообще прямая связь. Потому что, опять же, причина та же самая, изменение гормонального уровня, который возникает вследствие нарушения работы яичников, функционирования яичников. И в итоге такие патологические состояния молочной железы выражаются в виде образования всевозможных узлов либо кист. Мастопатия довольно широко распространенная проблема. И даже по некоторым данным считается, что более 70% женщин страдают этой патологией. Но самое важное понимать, что при мастопатии, конечно, возникает опасность, опасность достаточно такая, серьезное развитие онкологии груди, молочных желез. Особенно, если это сочетается с сопутствующими гинекологическими проблемами. Ну, еще недавно мастопатия считалась заболеванием, ну, достаточно, наверное, старшей возрастной группы, то есть где-то женщин климактерического периода. Но на сегодняшний день она настолько помолодела, что мастопатия порой встречается даже у молоденьких девушек 15-16 лет. Сам факт наличия мастопатии должен насторожить любую женщину, потому что это группа риска. Группа риска, связанная с достаточно сегодня частым заболеванием, таким как рак молочной железы. Поэтому любая женщина с таким диагнозом, конечно, должна находиться постоянно на, скажем, под постоянным контролем врача-мамолога. Но существование, конечно, считается, что это минимальная опасность, да. Но, тем не менее, это не дает права все это пускать, скажем так, на самотек и на область. Давайте рассмотрим, какие причины все-таки способствуют возникновению таких патологий. Ну, основная, наверное, причина – это все-таки нарушение гормонов. То есть это дисбаланс основных женских гормонов, которые происходят по разным причинам. И вот этот вот дисбаланс считается, наверное, основным фактором, который подталкивает к развитию миомы матки, всевозможных доброкачественных новообразований и фиброзных разрастаний в молочных железах. Вторым фактором, наверное, который на сегодняшний день считается тоже основным – это все-таки нарушение работы эндокринной системы. Гормоны – вещь очень хрупкая. И есть такое понятие – нами управляют гормоны. Так вот, гормональные функции осуществляют в нашем организме. Это щитовидная железа, это гипофиз, это надпочечник, это гипоталамус и даже поджелудочная железа. У женщин в основном два вида основных половых гормонов – это эстроген и прогестерон, которые являются антагонистами друг друга. В зависимости от цикла сменяют каждые две недели. Это, в принципе, и есть менструальный цикл. А поддерживает баланс этих гормонов, опять же, наша замечательная щитовидная железа. Вот такая вот взаимосвязь. И в то же время половые гормоны точно так же влияют на функцию щитовидной железы. Так вот, очень часто большое количество эстрогена, который содержится и подталкивает к росту каких-то, скажем, опухолевидных образований, считается заболеванием щитовидной железы. Эндокринный орган начинает неправильно регулировать обменные процессы, заставляя яичники все больше и больше вырабатывать гормоны без всякой необходимости. И вот малейший-малейший дисбаланс в этой системе, в работе любого эндокринного органа, конечно, влечет за собой изменения в организме женщины. К основным причинам, к часто встречающимся причинам, которые вызывают доброкачественные вот такие вот новообразования, считается и частые воспалительные процессы. В области малого таза. Мы все прекрасно знаем, что хронические вялотекущие процессы не дают, конечно, здоровье женщины. Еще один фактор, который на сегодняшний день, наверное, присутствует при любом заболевании, при возникновении любой патологии, не обязательно у женщин, это стресс. То есть это нарушение психоэмоционального состояния. Женщины более реагируют, конечно, на такие вот стрессы и всевозможные ситуации. Частые аборты, частые диагностические выскабливания, гормональные контерцептивы, которые применяют женщины. Вот сейчас, внимание, хотела бы немножечко коснуться применения гормонов. Применение гормонов. Значит, ну, начнем с того, что любые гормональные препараты, это, конечно, для организма, наверное, не суть пользы. По той простой причине, что если брать, например, женскую аудиторию, то вот представьте себе, организм здоровой женщины, да, у которой прекрасно работает своя гормональная система, да, выработка своих основных гормонов вмешивается уже дополнительно к какой-то гормональный контерцептив. Конечно, это влечет за собой, возможно, какие-то проблемы. Поэтому, конечно, бездумное длительное применение гормональных препаратов и препаратов, которые не подбираются, особенно противозачаточных, не подбираются специфически врачом, а покупаются чисто вот так в аптеке, нанесет больше урона, чем пользы. Поэтому подумайте прежде, чем применять такие средства, скажем, лучше пойти к врачу и подобрать, конечно, это специфическое средство какое-то противозачаточное, но только при определенных, сдаче при определенных гормонов своих собственных, для того, чтобы это средство подобрать действительно верно. Ну, наследственная предрасположенность как фактор точно так же считается, что в основном у женщин этот момент прослеживается, что наследственность тоже имеет свойство, скажем так, иметь патологию в будущем от родителей, от матери, например, к дочери. Ну, и хотела бы коснуться такого момента, как питание. Ну, вот питание, конечно, которое сейчас мы получаем, содержит большое количество растительных эстрогенов, к сожалению, потому что вот искусственные аналоги таких вот гормонов, да, содержатся в большом количестве своих продуктов и очень часто добавляются производителями в животные корма. То есть мы получаем уже продукт с дополнительным количеством, например, эстрогенов. Очень часто добавляются в косметические средства, да, то есть широкое применение таких вот гормональных препаратов сейчас практически во всей, в любой сфере. Ну, и, конечно, хронические заболевания тяжелые, такие как сахарный диабет, патология, это и избыточный вес, это обязательно, конечно, нарушение гормонального баланса в любом случае. Так вот, для борьбы с такими проблемами, с такими доброкачественными образованиями широко используются определенные методы. Мы прекрасно знаем, что гинекология – это гормонотерапия, это общеукрепляющие какие-то свои редства, витамины. Если такие заболевания, как говорится, имеют тенденцию к росту, то, конечно, здесь будет показано оперативное вмешательство. Ну, терапия, например, гормонами, гормональными препаратами противопоказана очень часто при многих заболеваниях сопутствующих, таких, например, как термофлюбит, то есть заболевания нижних конечностей, нижних конечностей, это и заболевания печени, желчных путей, это ревматин. То есть очень большое количество хронических патологий, которые имеет уже женщина, да, не дают возможности применять гормонотерапию. Ну, а лечить, скажем, одними укрепляющими, конечно, это тоже не совсем правильно. Ну, и в то же время миомоматки, например, такие вот опухолевые, скажем, процессы доброкачественные, практикующие гинекологи очень часто, например, в большинстве случаев решают в пользу консервативного лечения. То есть путем без операции и при помощи определенных каких-то средств, в том числе и гормональной терапии. В настоящее время, в настоящее время для борьбы вот с такими доброкачественными новообразованиями, как и миомоматки, мастопатия, всевозможные кисти, полипы, все более широко стали применяться лекарственные травы. Основная задача, основная задача сборов, при составлении сборов, да, при лечении, например, женщины выбирают пользу фитотерапии, основная задача должна быть поставлена четко. Травы обладают свойствами многокомпонентными, поэтому применение лекарственных растений в данном случае принесет очень большую пользу, потому что сборы, как правило, многокомпонентный состав из трав дает возможность решить сразу несколько проблем. Каких? Ну, прежде всего, это противовоспалительная терапия, по той простой причине, что все эти патологии имеют тенденцию к воспалительному процессу. Это и гормонорегулирующие растения, то есть растения с антигонадотропным эффектом. То есть нам необходимо уменьшить какое-то количество гормонов, особенно это эстроген, потому что миомофиброма – это эстрогенозависимые опухоли, скажем так. Улучшение функции пищеварительной системы. Особенно хотела бы коснуться улучшения функции печени, по той простой причине, что именно она выводит эстроген. Улучшение работы вообще всего пищеварительного тракта и 12-перстной кишки, и кишечника, и желудка. То есть здесь мы решаем несколько проблем. Это обязательно коррекция работы щитовидной железы. По той простой причине, как я уже говорила ранее, что эндокринная система имеет очень большое влияние на половые гормоны. Поэтому обязательно необходимо регулировать работу щитовидной железы. По той простой причине, что порой лечение таких гормонозависимых доброкачественных новообразований без улучшения состояния функции щитовидной железы невозможно. То есть лечение не будет давать эффекта. Это и уменьшение отека, это и лимфодренаж. То есть это борьба с застойными явлениями в малом тазу. Ну и как правило, мы всегда учитываем и добавляем лекарственные растения для иммунокоррекции. То есть восстановление иммунитета, то есть витаминный баланс обязательно. И в то же время мы даем как общую укрепляющую терапию, обезболивающую, кровоостанавливающую. Потому что действительно такие проблемы, особенно мематозные узлы, особенно полипы, могут давать обильные, месячные очень. Бывает, что даже вне цикла это нарушение менструального цикла. То есть каждый фитосбор и каждый фитотерапевт, конечно, старается собрать большое количество растений, которые будут влиять на все эти процессы. А вообще, когда мы применяем фитотерапию, мы должны учитывать, что мы должны воздействовать на все звенья патологической цепи. В данном случае не всегда считается, что нужно именно само новообразование лечить. Обычно это устранить необходимой причиной. Так вот, компания Травы Кавказа, которая производит фитопродукции, уже очень много лет использует хороший комплекс, состоящий из трех сборов, который мы применяем при всех данных патологиях, которые я сегодня перечислила. Это сбор номер 32. Это даже не сбор, это целый комплекс, состоящий из трех сборов. В состав этого комплекса входит сбор для водного настоя, то есть это чисто в основном травы в большом количестве. Это сбор номер 32А, который применяется в виде настойки, которая изготавливается в домашних условиях. В составе сбора номер 32А находятся очень хорошие противоопухолевые рассасывающие корни, которые не только занимаются, скажем, уменьшают саму опухоль, но еще и обладают свойствами гормонорегулирующими, противовоспалительными, и как хорошая поддержка иммунитета. И сбор номер 32Б, который применяется для спринцевания. То есть мы осуществляем, в принципе, наружную терапию с теми самыми же показаниями. Это и противовоспалительная, это и дезинфекционная. То есть мы стараемся снять, возможно, какие-то появления, каких-то присоединений инфекции в то же время, и уменьшаем проявление, скажем, каких-то воспалительных процессов, и стараемся воздействовать на сами доброкачественные новообразования. Так вот, сбор на сегодняшний день пользуется очень большой популярностью, и мы предлагаем его для коррекции вот таких вот проблем. Очень много врачей-гинекологов взяли на вооружение вот такой вот комплекс, потому что любой гинеколог, конечно, понимает, что постоянная гормонотерапия невозможна порой, и не всегда результаты применения гормональных препаратов дает тот эффект, который желателен. По той простой причине, что гормоны – вещь очень серьезная. В каком-то случае они помогают, в каком-то случае они, наоборот, приносят больше вреда, чем пользы. Так вот, сам комплекс способствует рассасыванию узлов и новообразованию любого происхождения различного. То есть это могут быть и миоматозные узлы, это в том числе и фиброзные какие-то уплотнения, это и кисты, нормализуют в основном деятельность желез внутренней секреции. То есть желез внутренних секреций – это те же половые железы, это те же, скажем, железы внутренней секреции, железы эндокринные. Снимается воспалительный процесс, нормализуется деятельность именно этих органов. Гормоносодержащие растения, которые входят в состав такого сбора, призваны осуществлять как раз именно этот баланс. Именно баланс правильной выработки гормонов, чтобы их соотношение было все-таки в норме. Дальше. Это и противоинфекционная терапия в любом случае. Это и улучшение состояния печени. Почему я делаю упор на это? Потому что именно печень, как орган детоксикации, выводит излишний эстроген. То есть выводит эстрогеноподобные вещества. Это и нормализация щелочного, кислотно-щелочного баланса. Это и липидный обмен. То есть мы осуществляем несколько, скажем, задач, которые всегда стоят для лечения вот таких вот патологических состояний. Это и улучшение общего состояния. Мы применяем, добавляем туда и общеукрепляющие для сердечно-сосудистой системы. Это и общеукрепляющие для работы нервной системы, что немаловажно. Мы уже говорили, что большое количество стрессов очень негативно влияет на гормональную, скажем, систему женского организма. Это нормализация работы пищеварительной системы. Ну и мы нормализуем менструальный цикл. То есть, смотрите, и рассасывающая терапия, и противоинфекционная терапия, и в то же время это улучшение иммунитета, иммунного статуса. Это и общеукрепляющие, это в какой-то степени даже обезболивающие эффекты. То есть, вот такой вот предложенный безоперационный метод лечения на сегодняшний день позволяет эффективно помогать рассасывать и миоматозные узлы, и узлы, например, в молочной железе. Удаление способствует уменьшению или вовсе удалению кист. То есть, для консервативного метода лечения широкого круга больных этот метод с применением таких вот сборов дает хорошие результаты. И наша практика, длительное использование этого сбора, конечно, говорит о том, что взять на вооружение его можно любой женщине, имеющей вот такие патологии. Конечно, надо понимать, что если есть тенденция к росту очень большая, если это большие опухоли, да, то, конечно, здесь, наверное, все-таки будет приоритет за радикальным, то есть хирургическим лечением в любом случае, операционной, в виде операции. Но вот такие процессы, которые сопровождают очень часто много лет любую женщину, конечно, подталкивают и к тому, что можно и нужно решать такую проблему не только, скажем, с помощью каких-то синтетических гормональных препаратов. Клинические результаты показывают, что фитотерапия на сегодняшний день имеет очень высокий эффект в лечении таких вот доброкачественных новообразований. Как применяются такие сборы, хотела бы особо отметить, что мы говорили, что это комплекс, комплекс, который состоит из трех сборов. Курс лечения этого сбора от двух до четырех месяцев. С обязательным, с обязательным ультразвуковым обследованием впоследствии. Ну и каким образом? Значит, сбор применяется в течение всего цикла. Всего цикла. Здесь мы не разграничиваем какой-то определенный момент и не прерывается в период, скажем, менструации месячных. Единственный момент мы не делаем в спринцевание. Спринцевание делается в течение, например, определенного времени, в течение месяца. Но желательно перед, конечно, применением такого сбора проконсультироваться с врачом-фитотерапевтом по телефону горячей линии нашей компании, чтобы в каждом индивидуальном случае решить вопрос о спринцевании. А вот сборы, которые применяются для внутреннего приема, в виде водного настоя, это сбор номер 32 и сбор номер 32А применяются совместно. Из сбора 32А делается в домашних условиях настойка, которая совместно по столовой ложке 4 раза в день применяется с водным настоем. То есть в каждые полстакана приема водного настоя мы будем добавлять по столовой ложке настойки. Если нет возможности использовать, скажем так, алкогольный продукт в виде настойки, то мы всегда рекомендуем смешать оба сбора, то есть сбор 32 и 32А вместе, создать единую систему. Количество должно быть таким, сбор номер 32, 400 грамм и одна упаковка сбора 32А, 150 грамм. В домашних условиях смешиваются в виде однородного сбора и применяются таким образом, значит, завариваются обычно кипятком, как водный настой. Только время, скажем, настаивания немножечко увеличивается до полутора часов. И применяются в течение дня, за полчаса до еды, 4 раза в день, последний раз на ночь. Теперь хотела бы отметить несколько вопросов, которые иногда возникают по приему этого сбора. Ну, какой категории это можно? Можно ли совмещение с лекарственными препаратами? Ну, хочу отметить, что с лекарственными препаратами для других заболеваний сбор прекрасно сочетается. Теперь, что касается гормональных препаратов, которые употребляет женщина, например, в зависимости, вернее, в связи с тем, что у нее такая патология. То есть препараты, назначенные гинекологов, которые имеют гормоны в своем составе. И можно ли применять такой сбор? Ну, хотела бы отметить вот что. Конечно, применение совместно с гормонами не всегда показано в каждом конкретном случае. Мы считаем, что все-таки фитотерапию нужно отдельно применять от синтетических гормонов. По той простой причине, что порой фитогормоны и гормоны, которые поступают в виде лекарственных препаратов, создают не очень хороший положительный эффект. Поэтому я считаю, что все-таки лучше применять вне приема каких-то гормональных препаратов. Лучше все-таки пропить это отдельно. Каждая женщина прекрасно знает, что пока она, например, применяет какие-то препараты гормональные, которые показаны ей при этих патологиях, все прекрасно. Цикл регулярный, она себя неплохо чувствует. Но это происходит иногда даже несколько лет. То есть год, два, а то и больше. Вот в моей практике такие люди встречались. Как только происходит отмена этих препаратов, ломается полностью весь гормональный эффект. Мы получаем отсутствие месячных в течение трех, четырех, а то и шести месяцев. И если, например, женщина планирует дальше иметь, зачать ребенка, то для нее это очень большая проблема. Да и вообще проблема возникновения менопаузы в 37-36-летнем возрасте, это, конечно, катастрофа. Поэтому, уважаемые женщины, обращаюсь к вам, что если вы хотите использовать фитотерапию, то есть применение более натурального способа лечения миомы, фибромы и мастопатии, пожалуйста, постарайтесь все-таки пройти курсы таких сборов, не применяя гормональные препараты другие. То есть непосредственно выписанные гинекологу для каких-то ваших проблем, которые вы хотите в данный момент решить. По той простой причине, что нужно дать и отдых организму в какой-то степени, и в то же время натуральные методы не всегда сочетаются с синтетическими гормонами. Наша практика, к сожалению, это показывает. Поэтому вот это первый ответ, наверное, на очень часто интересующий вопрос. Если вдруг женщина решилась использовать фитотерапию, значит, ей нужно, прежде всего, определиться, либо это сделать до гормонов, которые назначены, либо это сделать уже в перерывы между ними, какой-то период, либо это сделать после длительного применения гормонотерапии, которая, например, вот очень часто встречается, такой, скажем, момент, что не дала, в принципе, никакого эффекта. То есть пьем, все в том же состоянии, но я себя хорошо чувствую. Но, поверьте, годами пить гормоны тоже, извините, не совсем очень хороший момент. Теперь следующий вопрос. Можно ли применять такие сборы в возрастной категории, да? Очень часто женщины в климактерическом периоде имеют фиброзно-кистозную мастопатию. И я уже говорила, что это большая группа риска, группа риска большого достаточно. Поэтому мы считаем, что применять такие сборы можно после консультации с врачом-фитотерапевтом. То есть нужно непосредственно проконсультироваться, рассказать о том, какая мастопатия, есть ли у нее тенденция к росту и так далее. Миомы. Лечение миом в возрасте, скажем, климактерическом, тоже является особой задачей. Обычно считается, что к этому возрасту или в этом возрасте миома регрессирует. То есть она совершенно сама может уменьшиться и исчезнуть. Но если есть такой факт, что миома именно в этот период имеет тенденцию к росту, то это не очень хорошая ситуация. Поэтому в этом возрасте мы точно так же применяем такие сборы и подключаем еще другую терапию чисто противоопухолевую. У нас есть прекрасные сборы при доброкачественных и злокачественных новообразованиях, которые мы очень часто назначаем после терапии именно 32-го сбора, 32-го комплекса, для того, чтобы создать условия рассасывающей терапии, противоопухолевой. И дополнительно это является как хорошей профилактикой злокачественных новообразований. Поэтому в каждом конкретном случае, конечно, ситуация будет своя. И желательно консультироваться по этому вопросу со всеми, скажем так, выписками. То есть чтобы на руках были какие-то результаты обследований. Потому что очень часто к нам обращаются женщины, которые, извините, были у гинеколога год, а то и полтора назад. К сожалению, мы не являемся, скажем так, врачами, которые ставят диагнозы. Непосредственно нужна диагностика для того, чтобы начать какой-то курс лечения. Конечно, нужен диагноз. Поэтому желательно посетить гинеколога и узнать на данный момент, какая ситуация. И уже с этими результатами обращаться по телефону горячей линии для более правильного, наверное, подбора курса лечения. Применение этого сбора, вот этого комплекса, о котором я сегодня рассказала, дает очень хорошие результаты. И на сегодняшний день мы смело можем утверждать, что применение такого комплекса помогло многим женщинам избавиться от достаточно серьезных доброкачественных проблем, в том числе и от фиброзно-кистозной мастопатии. Они находятся сейчас, скажем, на контроле. Но, тем не менее, ситуация улучшилась намного, а это очень большая польза, скажем, для любой, радость для любой женщины. Поэтому, пожалуйста, применяйте сбор, но желательно все-таки консультацию. Я желаю всем здоровья, женщинам. И помните, любая женщина, конечно, должна следить за своим здоровьем. Походы к врачу, к гинекологу должны быть не реже одного раза в полгода. Только тогда в нашей ситуации, сложной, скажем так, на сегодняшний день, с многими доброкачественными и злокачественными новообразованиями, ситуация будет находиться под контролем. Я желаю вам всем крепкого здоровья, удачи и хорошего настроения. До свидания.